Пошла запись. Небольшой обзорчик, так сказать, или не обзорчик. Есть такое ателье, тюнинг-ателье автомобиля, тюнингует, называется Приндивилле. Приндивилле или Приндвилл, Приндивилл, не буду уточнять. Это ателье славится работами со своими дорогими автомобилями. Сегодня мы посмотрим на Rolls-Royce Silver Shadow образца 79-го года. У вас когда-нибудь была мысль сделать из Rolls-Royce Drift Car? Расширить ему колесную базу, гидравлический ручник, сделать кастер, поменять. Надеюсь, в скором времени к нам обратятся с просьбой. Подбор автомобиля Rolls-Royce для дрифта. В общем, смотрите, что получилось у ателье Приндивилл. Вот перед вами затюнингованный и заматированный Rolls-Royce образца 79-го года. В техническом плане машину сложно назвать хорошо подготовленной к дрифт состязанием. И вряд ли вы займете на ней призовые места. Двигатель не претерпел существенных изменений. Коробка получила возможность удержания выбранной передачи. Серьезно переработана передняя подвеска, заварен задний мост и добавлен гидравлический ручник. 6,75 литровый V8, ну почти 7 литровый V8 под капотом примерно выдает заводскую мощность 190 лошадиных сил всего-навсего. Как у Волги КГБ, а ничуть не больше. Ха-ха. Экстерьеры уделили должное внимание. Убрали бампера, заварили передний фартук, расширили колею и добавили расширители арк колес. И машину расширили, и колею расширили. Машина изменилась до неузнаваемости. Автомобиль также получил широкие штампованные колесные диски, пневматическую подвеску и окраску кузова матовый черный цвет. Сейчас автомобиль выставлен на продажу за 99 тысяч фунтов стерлингов. Это около 7,5 миллиона рублей. Мы оцениваем его на пару-тройку миллионов дешевле. Но получится легендарный автомобиль, который будет отпечатан во многих журналах и станет иконой стиля. В салоне стоит обратить внимание на кастомный ручник. Вот он посередине, огроменный. Выглядит не хуже, чем Хуниган. Неудивительно, если Кент Блок купит себе этот Роллс Ройс. Роллс Ройс Роллс Ройс Роллс Ройс Роллс Ройс Роллс Ройс Роллс Ройс